Как найти своего человека? Сейчас очень многие переживают. Кто-то одинок, кто-то в своих отношениях недовлетворен. И возникает вопрос, где найти этого единственного, самого лучшего, который тебя поймет, который тебя поддержит, с которым будет интересно и так далее. И я вам тоже хочу сказать, что постановка вопроса принципиально неправильная. Нужно понимать, как организована вообще социальность в нашем мозге. А в нашем мозге есть потребность в определенном количестве людей. Не в одном человеке, а в определенном количестве. И это количество четко выяснено Робином Дамбаром, профессором Оксфордского университета. У нас должно быть порядка пяти человек, с которыми мы находимся в отношениях психологической поддержки, взаимопонимания, к которым вы можете всегда обратиться, которые знают, что у вас в жизни происходит, в жизни которых вы тоже знаете, что происходит. Целых пять человек таких. Еще должно быть десять человек, с которыми вам комфортно проводить время, потому что вам с ними интересно, вы с ними способны, так сказать, разделить общие эмоции, общие чувства, переживания и так далее. Еще 35 человек необходимы для того, чтобы вы чувствовали, что ваш социальный круг достаточно объемен. И эти 35 человек, третий слой Дамбара, это люди, которых вы достаточно хорошо знаете, и с которыми вы поддерживаете вот такую пролонгированную связь. И, наконец, еще порядка ста человек должно быть в нашей жизни, с которыми мы время от времени как-то коммуницируем, как-то взаимодействуем, что-то вместе делаем. Всего 150 человек. И вот когда у вас 150 человек, как и должно быть для нашего мозга, вы будете чувствовать себя вполне, так сказать, счастливыми людьми. Когда вы ищете одного человека, то вы пытаетесь в него одного засунуть потребности, которые в мозге есть на 150 человек. И в результате ни один, вы слышите, ни один человек не способен будет соответствовать вашим ожиданиям. Только в том случае, если ваш социальный круг действительно полон, вы сможете с одним человеком, с двумя людьми найти те отношения, которые вы ищете на самом деле. Субтитры создавал DimaTorzok